Друзья, уже время для наших экспертных бесед. И сегодня у нас, знаете, наверное, самая актуальная тема – это экскурсионные туры в США и в Канаду. Сегодня мы будем разбираться во всех аспектах этих стран, как туда отправиться, И в этом нам поможет Анастасия Марксенкевич, чей менеджер отдела продаст США, Австралия, Новая Зеландия, ну и Канада, я так понимаю. Да, всем добрый день. Здравствуйте. Расскажите, вот у вас, наверное, самые сложные направления, потому что это не Турция, не Египет, это даже не Европа. Это те страны, вот начнем с США, которые достаточно сложно получить визу. И знаете, когда говорят виза в США, ты думаешь, ого, и сразу становится страшно. Да, действительно так и есть, вот все направления, которые вы перечислили, это одни из самых сложных направлений по визовым формальностям именно, поскольку это занимает очень много времени. Во-первых, и подготовить самих клиентов, чтобы они знали, что ожидать от подачи документов, от собеседования, если мы конкретно говорим о направлении США, и вообще, в принципе, от процедуры. И плюс подготовка самих документов, да. Если мы говорим о направлении США, тут, конечно, все максимально просто с пакетом документов. Они просто не верят нашим документам, поэтому все зависит от визовой истории туристов, от того, что они скажут на собеседовании, от того, насколько грамотно заполнена сама анкета. Все остальное по документам, конечно, есть определенный перечень, который мы рекомендуем, да. Вот, это по стандарту справка с работы, справка с банка, но, поверьте, никакой большой роли это не играет. Это не играет. Действительно, то, что это лотерея, насколько я слышала, что даже и с пустым паспортом получали 10-летнюю визу, и что с тем вот прекрасной визовой историей, и чуть ли не с британской визой ставился отказ. Да, действительно, такой момент присутствует, это лотерея, но все-таки есть какие-то закономерности, да. Все-таки визу получают туристы, которые очень много путешествуют, и при этом не играет большой роли семейное положение, дети, работа, имущество, да. Это не сказывается. В основном, если много путешествуешь, в США обязательно попадешь. Хотела спросить то, что в США вот много не открываются визы по тур. То есть нет такого, что приходишь, ты, допустим, подаешь визу, говоришь, что вот так-то, так-то, у меня там завтра самолет. Ну, такое я слышала, что нельзя говорить, по крайней мере, на лице. И вот если вот мы берем экскурсионный тур в США, как заранее нужно открывать визу, и что лучше сначала, открыть визу или купить тур? На самом деле для посередства США не играет большой роли забронирован тур или не забронирован, выкуплен авиабилет или не выкуплен, круиз дорогостоящий или нет. А круиз не возрешен. Да, у круизных компаний очень жесткая штрафная политика, в основном за два месяца уже серьезные такие штрафы. Вот, поэтому мы рекомендуем всегда заранее планировать, поскольку выкупленный авиаперелет это не аргумент для посольства США. Во-первых, гарантии не дают, во-вторых, по срокам это не аргумент. Мы должны самостоятельно планировать, как и что и когда. Поэтому оптимальный вариант это спланировать свое путешествие и желательно, конечно, подбронировать отели и авиаперелеты. Но максимально так, чтобы не наступали стопроцентные штрафы. Понятно, что потери будут, поскольку консульский сбор возврату не подлежит. Организационные моменты тоже какие-то есть, присутствуют. Но спланировать путешествие необходимо. Хотя бы необходимо понимать, по какому маршруту полетишь, сколько это будет стоить, что хотелось бы посмотреть. Чтобы на собеседовании в деталях рассказать о том, чего бы хотелось получить от этого путешествия. Это важно. То, что потом маршрут немножко поменяется, либо может авиаперелет будет не по такому маршруту, большее количество дней туристы пробудут в стране, это не так страшно. Ну, в принципе, я так поняла, что все-таки виза – это основное, что нам нужно сделать, перед тем, как было планировать какие-то планы по за Соединенных Штатам. Давайте поговорим о тех счастливчиков, о которых виза есть. Десятилетняя или пятилетняя. Кто смело может в любой момент отправляться в экскурсионный тур в США? Что предлагаете вы? Какие есть топовые экскурсионные туры в Соединенных Штатах? Да, в этом сезоне мы основной акцент конкретно весной делаем на нескольких программах, о которых бы хотелось сказать. В первую очередь, конечно, когда летят в Штаты, в основном начинают либо восточное побережье, либо западное. Традиционно, конечно, восточное побережье, вот Нью-Йорк, с чего хотят начать большинство с туристов. Мы рекомендуем автобусную программу, которая называется «Нью-Йорк, Ниагара, Вашингтон». Не видела автобусная программа, Киев. Нет, на самом деле мы прилетаем в Нью-Йорк, и с Нью-Йорка уже автобусом передвигаемся по восточному побережью. А перелетаем, извините, прямым лейсом международных авиалиний Украины, да? На данный момент есть возможность выбора. Можно лететь как международными авиалиниями Украины, прямой перелет из Киева в Нью-Йорк, так и со стыковкой. Очень хорошие тарифы сейчас есть и у европейских компаний. Мы предлагаем Air France, Lufthansa, вот. И, конечно, турецкая авиалиния. Все, конечно, по-разному относятся в связи с последними событиями. Но качество и цена не имеют равных. На самом деле наши туристы, их сложно чем-то испугать, для них главная цена. Поэтому пользуются популярностью, хорошие стыковки практически во все города США и Канады. Как заранее нужно, в принципе, бронировать экскурсионный тур, и когда самая лучшая цена, если смотреть по билетам? Я слышала, что если за три месяца бронировать билеты, это цена ниже, если вот впритык-впитык, то она намного выше. Да, в основном, конечно, если заранее. Отслеживать акции авиакомпании. Очень часто есть какие-то спецтарифы. И оптимально это бывает где-то за три, за четыре месяца, бывает за полгода. Сейчас, конечно, немножко глубина продаж не такая, как это было раньше, в докризисное время. Но все равно стараются хотя бы за два месяца. Можно минимально спланировать за месяц, можно и быстрее, даже при наличии визы. Но есть нюансы все-таки оплаты, организационные моменты. То есть минимально можно, конечно, если туристы с визами, хотя бы за неделю, чтобы успеть все организовать. И сами туристы могли мысленно к этому подготовиться. Ура! В США! Да, конечно, можно и с сегодня на завтра попытаться успеть. Да, но на самом деле все-таки разница во времени, оплаты, счета, все это сказывается. Поэтому мы рекомендуем минимально, если есть виза, минимально хотя бы за неделю, за две. В среднем все равно за месяц, поскольку достаточно популярные направления, если мы говорим, конечно, об автобусных турах, практически всегда есть места в турах. То есть все зависит от размера группы. Размер группы, конечно, мы можем определять. А если мы говорим о каких-то отелях, особенно отелях очень высокого уровня, часто может быть такое, что они просто будут распроданы. Да, поэтому, конечно, лучше заранее. За месяц, за два это оптимально для этого направления. Мы прилетели с Киевом в Нью-Йорк, там, неважно, прямым, с пересадка. Я так понимаю, мы летим индивидуально или мы все-таки летим какой-то группой небольшой? Из Украины, как правило, организованных групп не бывает, за исключением рекламных и рекламно-ознакомительных туров. И то, когда идет даже рекламный-рекламно-ознакомительный тур, по нашим направлениям мы практикуем, что все-таки агентства сами выбирают для себя перелеты, поскольку направление достаточно интересное, и очень часто у агентов есть какие-то свои планы. Комбинации там с Европы. Да, что касается туристов, в основном, конечно, перелет до США это в индивидуальном порядке, то есть они самостоятельно прилетают, а уже в США их встречают, и дальше они следуют по программе с группой. То есть это такой индивидуально-групповой, можно так сказать. Мы прилетели, нас сразу же с аэропорта встретила, я так понимаю, трансферы или автобус. Да, в зависимости от выбранных программ. Программа, о которой я сказала, Нью-Йорк, Ниагара, Вашингтон, это такая бюджетная программа, в ней нет организованных трансферов из аэропорта, но всегда есть возможность их добронировать. Но, как правило, в данных программах они не пользуются спросом, поскольку дешевле на месте взять такси. Это очень неправильно. Общественный транспорт не пользуется спросом в США, в основном передвигаются на такси, поскольку в мерках этой страны достаточно приемлемые тарифы, легко добраться в любую точку, все по счетчику, поэтому никаких абсолютно проблем, если элементарно владеешь английским языком, вообще не составит труда добраться куда угодно. Поэтому все-таки, если это идет речь о каких-то групповых программах более высокого уровня, там организованные трансферы, то есть туристов по прилету уже встречают с табличкой и до отеля доставляют. Мы живем на протяжении всего тура. Во-первых, сколько он длится и в какой категории, допустим, звездных отелей мы живем, три звезды, четыре звезды, пять звезд. Что вот лучше? Или это могут быть даже какие-то гестхаусы или хостелы? В основном, если мы говорим о бюджетных программах в США, это идет проживание в отелях мотельного типа две-три звезды. Но поверьте, уровень соответствующий. То есть даже в отелях такого уровня чувствуешь себя абсолютно комфортно. Практически всегда есть там гладильная доска, фен. То есть все для комфорта. Если сравнивать даже с Европой и с европейскими групповыми турами, абсолютно и рядом не стоит. То есть для Европы можно так сказать, если мы возьмем, к примеру, сеть отелей Best Western в США. В США это в основном две с плюсом, три звезды. Вот это то, что часто бывает по туру в программах в Европе. Я встречала, что эти отели даже четыре звезды. Вот конкретно в Риме Best Western четыре звезды. В моем понимании, это должно быть что-то вот такое бюджетное. А в Европе по уровню оно где-то плюс-минус так же, но считается выше. Поэтому даже самый бюджетный вариант в США, особенно если это какие-то сети отелей, это достаточно комфортно. И абсолютно всем можно рекомендовать. Конечно, все зависит от туристов, насколько они взыскательны, но вполне приемлемо. То есть это не будет страшно. Ну да, как у нас показывают в фильмах американских. Пустой бассейн, без воды. Там какой-то мотель, такого не будет. Все в порядке. Наши партнеры такого не предлагают. Может, конечно, где-то такое, конечно, и есть. Но, если честно, я вот в своей практике не встречала. Хотя много было в таких программах, именно автобусных, да. Все было комфортно, все было хорошо. Сколько дней длится вот такой вот автобусный тур в США? В среднем для старта мы рекомендуем программы от 7 до 10 ночей. То есть если мы говорим о восточном побережье, вот программа, о которой я упоминала, это 7 ночей. Если мы берем, допустим, западное побережье, там немножко другая специфика тура, там национальные парки, вот там вот хотя бы 10, да. То есть для 7 ночей лететь столько часов, мне кажется, что лучше 10 уже брать, как минимум. Да, то есть минимум летают на неделю. В среднем где-то продолжительность тура 10-14 ночей. Самые такие продержительные путешествия, так это спиртным отдыхом, с круизами, это где-то 3 недели. Да, то есть больше 3 недель очень редко. А в основном где-то? Багамы относятся больше к Карибскому отделу у нас. Мы конкретно не занимаемся, и там у нас отдельная виза. Мне кажется, что так тоже где-то рядом. Но есть специфика. Если у нас идет круиз из США, то Багамы мы можем посетить без дополнительной визы до 24 часов. А если мы летим отдельно на Багамы, прилетаем в аэропорт на Сау, допустим, то нам требуется отдельная виза, которая оформляется через консульство Великобритании и достаточно длительно. А если у нас идет Багамов круизы, даже если это два партнера... В общем, он везет с визовыми направлениями. Да, да. Поэтому, конечно, очень много круизов, которые из Багамских остров и острова Карибского региона. Вот, кстати, в основном виза не нужна дополнительно. Если у нас идет круиз из США, практически все острова у нас идут без визовым, за редким исключением. Если, конечно, круизы идут в Доминиканы, то там, возможно, извлечение. Есть французский заморский департамент. Но обычно... Боже, сколько нюансов. Самому так и не скажешь, что столько всего нужно. Из США в основном круизы, которые не требуют дополнительных виз. Так, я аж запуталась. По поводу тура. Ваш какой любимый тур? На каком побережье? Моя любимая программа – это наш групповый автобусный тур «Красота иго-Запада Америки». Это западное побережье. Это первая программа, которая была у меня лично, по которой я поехала. Наверное, она и больше всего запомнилась. Это такие самые популярные города Запада. Сан-Франциско, Лас-Вегас, Лос-Анджелес. Это те места, куда, наверное, каждый хочет попасть. И это национальные парки. В первую очередь Гран-Каньон, Брайс, Зайн-Каньон, Национальный парк Йосемита. Это все совмещено в этой программе. Сейчас, конечно, эта программа доступна только два раза в год. В этом году, в 17-м, заезды будут 28 апреля и 29 сентября. Это как раз те... А сколько лет? Это как раз те 10 дней, ну, 11 дней, получается, 10 ночей, о которых я говорила. Вот это полностью такая комплектованная программа из Лос-Анджелеса в Лос-Анджелес. Цена такой программы получится с перелетом где-то порядка бюджет, мы говорим о бюджете, 2,5 тысячи долларов на четко. И человек, это с перелетом. Да, да, это с перелетом бюджетной программы. И с континентальными завтраками по маршруту. То есть цена достаточно хорошая. Я удивлена. Почему же? Сейчас вот цены, конечно, на авиаперелеты за счет того, что курсы у нас такие, курсы достаточно нестабильные. Космические. Цены пересмотрели, да. То есть если раньше бюджет такого путешествия был порядка около 3 тысяч долларов, а сейчас за счет авиаперелета, что все-таки тарифы немножко в связи с нашим курсом пересмотрелись, то где-то в 2,5 тысячи долларов по этой программе можно спокойно вписаться. И увидеть можно действительно все и даже больше. Очень интересная программа. Давайте Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско. Национальные парки Гранд Каньон, Брайс Каньон, Зайн Каньон и Национальный парк Йосемит, который вот куда, если Брайс, Зайн и Гранд Каньон можно как-то самостоятельно попасть из Лас-Вегаса, туда можно и на автомобиле поехать, то в Йосемите, Национальный парк, который рядом с Сан-Франциско, туда, во-первых, даже если ехать в Сан-Франциско, это минимум 2 дня. То есть в индивидуальном порядке туристы редко туда попадают, поэтому мы все-таки рекомендуем автобусные туры, где можно увидеть все и сразу, если особенно интересуют именно национальные парки, то, конечно, это делать лучше в группе. Лас-Вегас, играли в казино? Я лично нет. А туристы играют? Конечно, играют. Ну, Лас-Вегас это вообще отдельная тема. Сам город интересный, поскольку этот город, который мы видим во всех практически американских финанских, Лас-Вегас, поехать на выходные, это действительно классно и интересно. Плюс, что лично интересно для меня и для туристов, что рядом с Лас-Вегасом очень много национальных парков. То есть если вы летите в Лас-Вегас, обязательно. Обязательно Гранд Каньон, это просто must-have. Без этого никуда. Причем туры на Гранд Каньон из Лас-Вегаса есть абсолютно разного бюджета. Можно и поехать и в группе, правда, англоязычной, если мы говорим об индивидуальном туре, когда туристы просто прилетели в Лас-Вегас. Там можно все смотреть. Либо индивидуально, либо очень популярны вертолетные программы. Конечно, бюджет соответствующий. То есть обычно это где-то 400 долларов на человека и выше, в зависимости от того, какой насыщенности программа. Есть разные комбинации, но это впечатляет. Но это у вас стоит. Да, да, я думаю, что это из серии тоже must-have. Ну, ну чего, в Лас-Вегасе, знаете, кинул жетончик, оп, 400 долларов выиграл, вертолет, молодцы. Где-то выиграл, где-то проиграл. А было такое, что туристы вот сильно там что-то проигрывали или сильно выигрывали, какой-то большой губик? Вы знаете, может и было, но нам об этом не рассказывали. Да, в основном все-таки это так, попробовать поиграть в казино, но так, чтобы у нас какие-то заядлые были игроки, которые ездят туда каждый год играть, такого все-таки нет. То есть у нас есть казино и поближе, чтобы поехать. Поэтому в основном в Лас-Вегас, ну, чтобы увидеть, чтобы посмотреть на это все, о чем так рассказывают. Вот, но фактически вот мы всегда представляем, что Лас-Вегас это какой-то большой-большой город. А Лас-Вегас это город одной улицы. Вот одна улица Стрип, и вдоль нее находятся все отели. То есть реально по Стрипу с одного конца в другой, ну, где-то за час можно дойти, чтобы вы понимали. То есть Нью-Йорк за час не обойдешь. Нет, с никого. А Лас-Вегас, он достаточно компактный, и в основном все самое интересное происходит на этой улице Стрип. Ну да, то, что 2 минуты от центра, там уже какие-то трущобы, но что-то туда, говорят, даже небезопасно ходить. Да, шаг влево, шаг вправо. Там лучше все-таки, если выезжать уже, то с группой и спокойно добираться до всех заповедников. Да, не могу сказать, что небезопасно, такого нет, но просто какой-то пустырь. Вот так выходишь с главной улицы вправо-влево, да, такое ощущение, что ты попал куда-то вот на дикий-дикий запад, да, то есть вообще нет никаких признаков жизни. Вот реально все на одной улице происходит, вот там и основные отели, там и все развлечения. А где мы живем, кстати, в Лас-Вегасе? В Лас-Вегасе в основном только на стрипе, отели там достаточно доступные по цене, правда, отличаются в течение недели. То есть у нас групповые программы построены таким образом, чтобы попасть в Лас-Вегас вот в течение недели, когда доступны цены, чтобы сама полная стоимость тура была достаточно бюджета. Потому что на выходные, в основном все штаты слетаются провести пятницу, субботу и воскресенье, да, то есть там свадьбы, все что угодно, и вот как раз это происходит на выходные. И мы стараемся, точнее наши партнеры стараются построить программу таким образом, чтобы как-то вот выходные эти обойти. На самом деле на впечатление о Лас-Вегасе это никак не сказывается, потому что все равно шоу, программы есть каждый вечер, стрип в огнях каждый вечер. А для туристов большой разницы нет, выходные это или не выходные, но цены отличаются. То есть если мы говорим о Лас-Вегасе и даже о самых бюджетных программах, это всегда в центре. Если мы говорим о других городах по маршруту, вот допустим, если брать восточное побережье, там в основном, конечно, размещение в пригороде. То есть если мы говорим о Нью-Йорке, это Бруклинг-Квинс, да, если о Вашингтоне, то это где-то вот Арлинтон, это пригорода. Но оттуда можно легко добраться до центра, и плюс программа настолько насыщенная, что нет желания куда-то ехать помимо программы, то есть и в этом нет необходимости. Поэтому вполне хорошие отели по хорошей стоимости, и везде на экскурсии забирают автобусы, поэтому с этим вопросом вообще никаких. Хочу спросить еще про Лос-Анджелес. То, что Лос-Анджелес мы тоже постещаем, это тоже один из дорогих городов Америки, то есть недешевых, так же как и Нью-Йорк. Что там, какая у нас там программа? В Лос-Анджелесе. Вот у нас в Лос-Анджелесе начинаются наши две программы по западному побережью, об одной я говорю, это моя любимая красота Юго-Запада. Есть еще похожая программа, как Калифорния, Невада, Резона, Юта. Но на самом деле по Лос-Анджелесу у всех очень большие ожидания. А прилетаешь, что по факту мы видим, очень-очень большой город. То есть вот Нью-Йорк большой, а Лос-Анджелес он растянутый. И передвигаться по городу можно очень долго. Только на машине я слышала. Да, да. То есть в основном передвижение на автомобиле. Что касается развлекательной программы, в основном это обзорная экскурсия по городу. Здесь у нас есть парки развлечений, Юниверсал и Дисней. Но если ехать в Лос-Анджелес только ради парков развлечений, ну так не бывает. В основном летят в Орландо. Вот в Орландо уже там все парки развлечений. То есть в Лос-Анджелес в основном летят, чтобы посмотреть западное побережье, чтобы посмотреть Голливуд, шоппинг. То есть с такого плана программа. Погулять там можно. Но в основном по Беверли-Хиллс и Роделла-Драйв. Ну там so expensive, я бы так сказала. Да, да. То есть шоппинг там, конечно, будет соответствующий. Но в плане того, что дойти куда-то пешком, ну то есть это не о Лос-Анджелесе. В основном на Лос-Анджелесе передвижение все-таки на транспорте. Программа очень интересная. Лос-Анджелес действительно впечатляет. То есть это город мечты. Да, вот Голливуд, Аллея Славы. Это надпись Голливуд. Это то, что действительно нужно увидеть в первую очередь после Нью-Йорка и Статуи Свободы. А встречали каких-нибудь звезд, может быть, твоих туров? Было такое? Очень часто кого-то встречаешь. Просто даже не всех знаешь в лицо, но понимаешь, что это кто-то знаменитый. Это как-то все так видела. Да, во-первых, где-то я видел по телевидению, во-вторых, за ним бежит толпа. То есть ты понимаешь, вот это, наверное, кто-то очень знаменитый. Очень часто такое бывает. Это в порядке вещей, что кого-то там встречаешь, может, конечно, не таких знаменитостей, как, допустим, Леонардо Ди Каприо. Может и нет, но в целом это достаточно нормальное явление. Вот как у нас, допустим, в Киеве, в столице ты уже идешь по улице. Звезды, они ходят по магазинам, тоже по улице. Просто ты воспринимаешь это уже как эту нормальную жизнь. А так вообще, конечно, все возможно в США. Я просто сейчас вспомнила историю Потапа. Знаете, Потап и Настя, и они рассказывали, как они встретились с Тинга. И говорят, вот примерно как нас люди в Украине встречают, так и мы, ну, здравствуйте, это Стинг, Стинг. Это он. То есть, в принципе, реально встретить абсолютно кого угодно. Конечно. Ну, просто в реальной жизни. Что я еще не спросила, важно, что еще нужно знать об экскурсионных турах в США. Да, вот хотелось бы еще особое внимание уделить событиям и природным явлениям, которые вот весенний сезон по направлению США, вот в первую очередь, это День Святого Патрика в Чикаго. Чикаго не самое туристическое направление у нас здесь, но вот знаменито именно празднованием этого события, когда реку окрашивают в зеленый цвет. Вот очень многие, наверное, видели фотографии. Да, да. Река, Чикаго зеленого цвета. Вот это происходит с 17 марта каждый год, вот, и в этом году в том числе. У нас есть специально организованные программы под это событие. Вот, очень рекомендуем, особенно для тех, кто всегда мечтал попасть в Чикаго. То есть, все-таки, Нью-Йорк это Нью-Йорк, но Чикаго впечатляет, да. Это действительно такой город, в который очень бы хотелось попасть. Вот. Потом это ультра-мьюзик-фестивал в Майами. Фестиваль электронной музыки проводится в конце марта тоже. Любители музыки очень часто туда съезжаются. Вот. И, конечно же, цветение сакуры в Вашингтоне. Это очень популярно, и мы рекомендуем, да. Это действительно впечатляет. Что касается других событий, тоже есть очень много фестивалей, но они более тематические. В основном, туристы сами знают, что они хотели бы туда поехать и обращаются за конкретными программами. Это то, что мы рекомендуем это весной. Вот, наверное, вот эти три события хотелось бы выделить. Ну, я думаю, что для туристов, которые летят в первый раз, все-таки выберут направление, как Нью-Йорк, или Лас-Вегас, Лос-Анджелес, или все-таки выбирают и Чикаго, и Вашингтон? По-разному. В основном, конечно, стараются выбрать самые популярные города, но опять уложиться за одну поездку и посмотреть все, так не бывает. В основном, мы все-таки рекомендуем либо восточное, либо западное. Так что в первый раз действительно ехали в Чикаго, такое очень редко случается. Вот в основном все-таки Нью-Йорк, Вашингтон, Бостон, Майами, Орландо, вот такого плана. Вот в Чикаго в основном возвращается кто во второй, в третий раз, уже хотят посмотреть что-то такое вот... Дальше. Да, дальше. И то, что свойственно именно этому направлению, уже такие тонкости пытаются изучить. Да. Давайте будем подводить итоги по поводу Соединенных Штатов. Виза нам все-таки нужна 100%. А вот в этом надо заботиться заранее и оптимальный, так понимаю, срок за два месяца, чтобы вот все решить и все было успешно, да? Да, да. В целом где-то так. Времени будет вполне достаточно, чтобы все продумать и чтобы получить визу. Ну, а для тех, у кого есть американская виза, все намного проще, все намного достать. Полетаем завтра. Да, что можно даже сегодня, ну, если очень сильно постараться, но послезавтра точно, наверное, можно. Ну, да, другой вопрос, сколько это будет стоить? А немного дороже, если вот отличать, допустим, перелеты в основном, да. То есть в последний момент уже цены достаточно высокие. То есть нужно хотя бы вот именно даже исходя из авиаперелетов все-таки заранее планировать. Туры плюс-минус где-то, стоимость где-то такая же. А вот именно перелеты будут дороже, скорее всего. Ну, вот еще вот вы были в Америке много раз. Что вот, возможно, какой-то совет для туристов, которые собираются впервые, или вот что нужно знать, что взять с собой, допустим, что-то такого плана, чего лучше в Америке не делать? Чего лучше в Америке не делать? Ну, наверное, в Америке в первую очередь нужно соблюдать закон. Ну, вот, как сказано. Ну, не бросить опорок. Ну, вот, и мне кажется, тоже это сразу же штраф моментально, да? Ну, и это тоже, но в основном, конечно, это какие-то правила. То есть очень жестко там с алкоголем, особенно там, если сказано, до 21, вот нельзя. Да, вот я очень рекомендую следовать этому правилу, потому что в США это действительно очень серьезно. Вот. Поэтому это такой основной момент. Второй, ну, такие моменты, это, конечно, адаптеры. Нужно запастись обязательно адаптером, потому что у нас туристы прилетают, у них куча девайсов, которые срочно нужно подзарядить. Если мы говорим, конечно, об отеле высокого уровня, это не проблема взять адаптер. Если это уже какая-то туристическая программа, тут уже могут быть накладки. Поэтому, если есть возможность, лучше заранее. Как правило, это не проблема у нас пойти где-то в Киеве или в Украине. Ну, и айфоны американскими даже розетками. Ну, да, да. Но, конечно, кроме айфонов еще куча девайсов и фотоаппараты. Фотоаппараты, ноутбуки. И ноутбуки, да. В основном, это то, с чем я столкнулась. Нужно обязательно уточнить касательно роуминга, потому что роуминг в США тоже специфически очень работает. Лучше, конечно, пользоваться travel sim. Раньше travel sim были специальные пакеты для США, Канады. Насколько я знаю, сейчас они как-то объединили. Ну, тарифы достаточно выгодны, поэтому такие моменты. И, конечно, нужно быть готовым к тому, что это очень дорогостоящие страны. То есть куда-то пойти, даже в какое-то заведение. Вот Макдональдс, да, Макдональдс плюс-минус, цена как у нас. Но он там же вкусный. Да, Макдональдс у нас вкуснее, вот честно говорю. Да, но если говорить о каких-то ресторанах, которые вот в нашем понимании это, наверное, будет забегаловка, если так вы... У них это ресторан, и стоит он достаточно дорого. То есть зайти в такой ресторан будет стоить 40-50 долларов. На одного, на двоих? На одного. Вот, плюс, конечно, что еще характерно для штатов, там цена указана, а к этой цене налог и плюс еще чаевые. И реально вот вы смотрите в меню, и вы заплатите ровно в два раза больше, чем написано в этом меню, потому что обязательно налог, это обязательно. И чаевые, я бы сказала, тоже это обязательно. То есть в Нью-Йорке чаевые, допустим, доходят до 20%. И если ты не заплатил чаевые, официант может за тобой реально выбежать и сказать, где мои чаевые. Да, даже если это принято. Да, это принято. А если Нью-Йорк мне сразу хочется сказать, с счетом. 20% это минимум, которым нужно оставить чаевые. Лично я столкнулась с тем, что вот в такси тоже минимум. Если ты не оставил чаевые, то ты как-то ты вообще не от мира сего. Если ты планируешь вернуться в Нью-Йорк, и вдруг тебе попадется тот же таксист, тот же официант, тот скажет, ага, в прошлый раз ты мне не оставил. Ну, это действительно нужно знать, потому что все-таки нам хочется качественного сервиса даже на самых бюджетных турах. Ну, хочется, чтобы было комфортно и хорошо. И вот важный момент, тоже наши групповые автобусные программы, мы всегда предупреждаем, что обязательно оплачиваются чаевые водители и гиды в конце программы. То есть это как-то даже, это добровольно, конечно, но это само собой разумеется. Нужно сдать для ремонта класса. Добровольно. То есть можно, конечно, не сдавать, но на тебя уже как-то иначе посмотрят. Поэтому в США все-таки сервис, все, что связано с сервисом, это всегда чаевые, оплачиваются дополнительно. Вот такие вот основные моменты, наверное. Я думаю, что в принципе мы далеко не на все вопросы ответили, которые сейчас, наверное, возникли у туристов, которые нас смотрят. В принципе, вы можете обращаться к Анастасии Мартинкевич. Она вам на все вопросы ответит. Скажет, где можно оставлять чаевые, где нельзя, где не нужно, где стоит. И ответит абсолютно на все вопросы под экскурсионных туров в США. Оставайтесь с нами, дальше мы будем говорить про Канаду. Субтитры сделал DimaTorzok